Пипец, сейчас этот самый там, ну, знакомые гаишники рассказали, скажем так, ну, через них. Короче, всех там, все начальство, все клинские гаицы, все там были, это случай резонансный. Там, считай, несколько, два часа, по-моему, сапсаны стояли. Баба спешила на электричку. Уехала сначала в правый отбойник, потом типа в левый, там ее что-то крутануло, она перелетела через это ограждение. То есть баба родилась в рубашке, но еще неизвестно, как говорится, благо это или не благо. Смысл такой, она упала на провода, почему так вот не сильно этот ее XC90 пострадал, на проводах, с проводов, как почему только, потому что не ударила. С проводов она свалилась на крышу электрички, сломала ей только приемник, потом уже с электрички свалилась на перрон, и вот покувыркала, снесла там вот эту остановку, да, там, получается, на перроне, да, проломила эти ограждения, уже улетела туда вниз. Причем на бабе, говорит, ни одного синяка. Все, говорит, такие, знаешь, приехали, да не может такого быть. Отвезли ее в наш ЦРБ, в реанимацию, там ее полностью просветили, просмотрели, все нормально, никаких у нее нет повреждений, то есть вообще ничего, все офигевают, да, ну, что там теперь ее ждет, это непонятно, потому что мало того, что, считай, она электричку разгерачила, новую, там, вагон, так это ладно, она, из-за нее там просто стояло все направление, два часа, там она обесточила, получается, линию, а у них там что-то, если Сапсан полтора часа опаздывает, то возвращаются билеты, там сейчас чувствую, на нее столько повесят где-то ущерба экономического, потому что была парализована железнодорога, то я, конечно, не знаю, что там ее ждет, на самом деле, баба 78-го года рождения, то есть залет, конечно, там полный, просто полный, а так, да, говорит, спокойно, говорит, такая сидит, разговаривает с медиками, с гаишниками, вообще такая, ни одной царапины, упала, упала удачно, провода самортизировали, получается, падение, плюс крышу вагона, плюс на перрон, уже с перрон скатилось туда, что только не бывает, вот,